А, друзья мои, ну еще раз, здравствуйте, еще раз, 12 мая, вот я немножко отошел, блогер с премиопальной Бессонов, Сергей Борисович, сотрудник АГБ бывший, ну вот я немножко отошел от этой информации, не знаю, верить, не верить, 7,4 рейтинг реальный, Путин на сегодня, и идет к низу, значит, смотрите, ситуация в многом повторяется та, которая была у Ельцина, рейтинг Ельцина был в 95-м году ниже 3%, тогда они начали войну в Чечне с целью отменить выборы президентские, 6-го года, но потом переиграли выборы были, то же самое и в 99-м году, помните дефолт 8-го года, просто Примакова спасает, Ельцин уходит, и у него на нижайшем уровне, там ниже 3% было, и ему одна была задача у семьи, гарантирует ему неприкосновенность, сегодня то же самое, Путин уходит на низком рейтинге, вот сейчас Собянина раскручивают, видимо, какую-то комбинацию, и что будет дальше, и как, то сейчас, ну, перед Путиным стоит вопрос гарантии его неприкосновенности, но, вот, мне кажется, здесь не зря возникает фигура Платошкина, я думаю, что какие-то варианты они здесь просчитывают, потому что человек пришел с МИДа и так далее, может быть, то есть надо смотреть по гарантиям, то есть тогда, в 99-м году, была единственная группа, которая внутри КПРФ, которая способна была и заявляла о суде над Ельциным, его курсом, вы помните, от решения, основания были геноцид, геноцид не выпадает под сроком давности, это был Виктор Иванович Илюхин и так далее, но вот они переиграли, сделали Путина, тот принял закон о неприкосновенности, фактически спас Ельцина сегодня на основании этого закона, значит, ФЗ, по-моему, 12-й, первого года, часть статья 3-я о гарантиях лиц исполняющих президента и его семей там не подлежит к ответственности за любое совершенное деяние на посту президента, причем лица исполнителя несут ответственность на общих основаниях, а кто отдал президент, не несет но тут вот сложный вопрос, поэтому тогда был Илюхин, его группа, которая способна была грызть за власть, драться за власть, в том числе на законных основаниях и с применением какой-то силы, насилия на законных основаниях хотя какой закон, перевод революции да, то же самое сегодня, если Платошкин встанет вопрос, поставит вопрос о привлечении к ответственности уголовной за то, что тут творилось, за полную протезмофизацию все, обоими руками в рамках закона поддерживаем, нет, есть какие-то варианты, лево-вправо, мне не нравится позиция Зюганова в последнее время, она меня тоже не устраивает он говорит, у нас как в Испании, в Испании тоже не пошли на то, что всем оставили, судим, всем ничего подобного, мы не Испания, мы потеряли 18 миллионов человек геноцид не попадает по сроке давности, война в Чечне, геноцид, приватизация, реформы, геноцид, какие могут быть тут разговоры и так далее поэтому давайте нашу позицию занимать, каждый из вас, это личность, каждый из вас, это, так сказать, наши граждане, от вас очень многое зависит на законных основаниях мы поставим вопрос, какая, что, я должен простить, что меня в психушку, пулю мне наградили, в психушку девочку инвалидом оставила руководство решая хозяйственные вопросы ФСБ, ничего подобного, все это ерунда поэтому вопрос должен быть один, восстановление правовой системы в полном объеме объявление ситуации правовой паузы, введение законных порядок да, спасибо, я благодарен за вашу помощь в материальном развитии канала направляйте считай, я там оставил но, тем не менее, будем смотреть ситуация очень интересная но наша задача в том, чтобы законность восстановилась ни один мерзавец не ушел от ответственности на законных оснований спасибо, ваш Бессон, Алексей Борисович спасибо, спасибо